Я испытываю счастье постоянно и все время. И я не помню, наверное, в своей жизни моментов, когда я был несчастлив, даже огорчен. Когда ты дирижируешь, находишься на сцене хором или оркестром, ощущение того, что ты попадаешь совершенно в другой мир. То есть ты оторвался от земли и находишься фактически на небесах, потому что искусство – это внеземное ощущение жизни. Нет, там совсем другое измерение. Это вот невесомость, которой ты паришь, и при помощи твоих рук, через руки, ты передаешь свои ощущения музыкантам. И вот это действительно ощущение полета, безграничного полета, безусловно, главное. Я могу сказать, что хор – это моя судьба, это моя жизнь. Мы находимся в Лефорте. Я не случайно пригласил вас в это место, потому что здесь, в Москве, вот в этом районе, прошло мое самое раннее детство. С того момента, когда мы вернулись в Москву в 49-м году из Австрии. И потом я часто приезжал сюда, вспоминая своих родителей. Жили мы здесь совсем недалеко на Волочаевской улице, вместе с бабушкой, в коммунальной квартире. Отец мой прошел Великую Отечественную войну. Он имеет две медали за отвагу. Мама постоянно работала инженером. Я родился в 47-м году в Вене, где мой отец проходил службу в редакции Советской Армии после войны. И вот, как мне потом рассказывала мама, что она носила меня на руках, проходила мимо памятника Моцарту и мечтала, что вот, может быть, ее сын станет музыкантом. Я, особенно в детстве своем, не проявлял никаких способностей к музыке. Я думаю, что это вот какое-то провидение, это судьба, это воля Божья, которую мама, видимо, вела и руководила, которая меня целенаправленно, вот, с 10 лет, наверное, вела вот по этой стезе. В конце концов, мамина мечта осуществилась. Я поступил в Магнитогорское музыкальное училище. Магнитогорское музыкальное училище. Когда я впервые сюда приехал в 65-м году учиться, я поступил в Институт Гнесиных. Первое посещение Большого зала Московской консерватории меня настолько тогда произвело сильнейшее впечатление. Я к этому моменту, может быть, готовил все свои 18 лет. Конечно же, свои первые ощущения я от этого никогда не забуду. От этой сцены, органа, от того, как открывается дверь, из которой выходит маэстро-дирижер, с его взмаха начинается вот это таинство. Я видел репетиции Светланы Евгения Федоровича, Геннадия Николаевича Дейстинского, Альсасанна Щерлова, Кирилла Петровича Кондрашина. Это совершенно фантастическая любовь к своей профессии, жертвенное отношение к этой профессии. Вот тот ореол, которым был окружен дирижер, так сказать, вот в этих оркестрах, то положение, которое он занимал в искусстве тех времен, эти музыканты, для меня осталось в памяти навсегда. Я писал свою жизнь с Александром Саныча Юрлова. В моей жизни он сыграл так много, что, наверное, мне очень трудно передать. Я приехал специально учиться у него. Александр Саныч Юрлов по окончании института меня пригласил к себе в аспирантуру. И я был, конечно, тогда на вершине счастья, потому что учиться у самого Юрлова – это была огромная честь, конечно. ПОЕДСТАВКА 2 февраля 2005 года в Большом зале консерватории мы давали концерт памяти Александра Санчурлова. Это был мой первый концерт в капелле, и во втором отделении был исполнен рекви Моцарта. И, естественно, это сочинение одно из самых любимых у публики. У него совершенно потрясающий к нему интерес, благодаря его мистической истории, которая всем знакома. Я без этого сочинения не вижу свою деятельность как дирижер. Когда мы говорим о Моцарте, о рейтвуме, то, что первый концерт капелле я посвятил памяти Александра Санчурлова в день его смерти. Конечно, в этом есть некая судьбоносность этого сочинения. Моцарте, о рейтвуме, то, что первый концерт капелле я посвятил памяти. Сочинение КОНЕЦ КОНЕЦ Я работал с симфоническими оркестрами, с камерными оркестрами, в оперном театре Станиславского провел свои очень интересные годы, где я был дежуром многих спектаклей. Я пришел к хору, обогащенный всей палитрой симфонического оркестра и оперного театра. И мне стало дико интересно. Для меня хор раздвинул свои рамки необыкновенно широко и безгранично. КОНЕЦ КОНЕЦ К чести Геннадия Александровича, надо сказать, что он продолжает ту линию, которую начал Юрлов, а именно привлечение различных хоров вокруг своего коллектива. И эта линия достаточно масштабных выступлений и масштабных представлений, мне кажется, достаточно плодотворной. Самое главное его профессиональное качество – это то, что хор хороший. Он, ведь, насколько я помню, пришел не в самые легкие времена, появился в капелле Юрлова. И вот мы видим, что капелла сейчас прекрасно звучит. День, когда у меня нет репетиции, для меня, в общем-то, как-то кажется всегда хмурым, серым и неинтересным. Я получаю огромное удовольствие от работы с репетициями. В этот момент я необыкновенно счастлив, потому что я воплощаю то, что я слышу своим внутренним слухом. На протяжении, может, последних 5-6 лет сформировался потрясающий коллектив молодых и талантливых исполнителей. Коллектив очень молод, но это получилось тоже очень естественно. Здесь в основном выпускники Московской консерватории, Академии Гнесины, Хоровой Академии, Имя Попова. И очень много из периферии – из Нижнего Новгорода, из Саратова, из Екатеринбурга. Здесь поют молодые и талантливые люди со всей России. Давайте договоримся. Значит, три форта – это крайняя степень эмоционального возбуждения, напряжения человеческой натуры. Крайняя степень. Есть еще 4-5, но здесь три форта. В чем она должна выражаться? Прежде всего в энергии и в произношении слова, но ни в коем случае не в крике. Мы должны помнить об унисоне. Итак, все окончания слов я дирижирую и показываю. Давайте нам. Можно быть очень добродушным, можно быть улыбчивым, можно быть мягким. Но это не должно мешать тебе воссоздать с непреклонной твердостью тот замысел, который возник в твоей голове, в сознании. Приблизительность, чуть погромче, чуть потише, чуть сильнее акцент. Вот эта приблизительность, конечно, порождает совершенно средний уровень музыкального исполнения. Нет, абсолютно точно. Пианиссимо или три пьяно должно прозвучать так, как я это слышу. На каждой репетиции он привносит что-то свое, приносит какие-то статьи, приносит даже иногда картины, изобретельные искусства, какие-то шедевры. Постоянно пытается нам что-то новое открыть, с другого угла посмотреть на давно известное уже произведение, которое мы уже знаем, скажем, с пеленок. И постоянно нам открывает что-то новое в музыкальном мире. Когда он поднимает руки, нет ничего, кроме музыки и стремления вперед. Безумное количество энергии в этом человеке, просто маленький ядерный реактор, который постоянно находится в высокой точке напряжения. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Поэтому это и имеет и такой успех у публики, потому что эмоциональность чувствуется в каждом слове. И это, конечно же, его заслуга. Сколько лет, боже мой, он уже с ними работает. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Основная часть нашего репертуара – это русская духовная музыка, руссконародная песня, музыка русских композиторов, классиков. Ну и, конечно же, капелла является, так тоже повелось уже исторически, то, что она исполняет основную часть репертуара, составляют оратории, оперы, кантаты. Вот эти грандиозные исполнения современной музыки, патетическая оратория Сверидова, память Сергея Сенина, курские песни. Огромное количество современных сочинений, которые исполнила капелла впервые на сцене Большого зала, на сцене Зала Мичековского. Это огромный список. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.